welcome 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 дорогие друзья вот мы и вернулись четвертая игра чемпионата европы по лиге легенд 4 игра в сезоне а у каждой из команд это первая счет 0-0 как вы видите но почему моя первую неделю стримы во-первых хочу посмотреть сколько людей будут смотреть мои стримы на вк play во вторых если будут интересные игры я попытаюсь сделать из них хайлайты выложить на youtube потому что полные матчи записи я не могу выкладывать на youtube на вк play там канал дзен я могу выложить а вот на youtube я не могу это выложить ну и соответственно мне нет никакого смысла их тогда стриме и дальше тупо донат если будут донаты во время этих вот трех дней чемпионата тогда отлично шикарно потрясающе спасибо за донат будем и дальше стриме чемпионат европы так то у меня приоритете стоит чемпионат кореи как обычно просто корея семнадцатого числа только стартует сейчас мы разгоняем свой голос только готовимся к этому всему и чемпионат кореи по такому же методике только я там могу хотя бы видео на youtube выкладывать вот в этом фишка поэтому если но европа вообще людям не зайдет а я буду только ключевые какие-то матчи смотри там плей-оффы может быть матч за первое место может что-то по хайлайтам там прям будет видно что есть что глянуть и его выложить можно будет короче но и помимо этого всего третий пункт или уже четвертый пункт сколько там пальцев загибал я хотел посмотреть как команды адаптировать к этому чемпионату и пока единство команды которая адаптировалась это была команда барабанная дробь кармин корпорейшн от ком от тренера я мото кеннона они проиграли игру это факт но они проиграли игру по другой причине они адаптировались хорошо ну и противники кстати тоже фанатики тоже хорошо адаптируется с фанатиками они играли с кем они уже вылетел из головы только что же играли фанатики да фанатики тоже хорошо адаптировались все остальные команды пока четыре которые мы видели они вообще не понимают почему происходит давайте поглядим как команда виталиков и команда giant x будет адаптироваться к этому патчу и у нас появляется джакса дагласа даглас квейт кто знает кто такой даглас квейт не могу запомнить на как называется новые предметы зато помню фильм из детства вспомнить все и там арнольда шварценеггера имя было даглас квейт фотон взял калисту для корзи и хулисанг взял ренату пока вы где хорошая связка непорядок куда пойдет джакс либо на топ либо в лес листой джакс как оказался проигрывает к синжао поэтому наверное стоит все же его направлять на ту плей но если направлять на ту плей то надо сделать пару контур пик пару контр банов которые являются контур пиками а здесь появляется дрейвен и blitz x и ооо джайанты пока лучше всех выглядит вообще они выглядят даже лучше командой я мото кенона потому что все три чемпиона высоко в рейтинге висят до дрейвен не является гига супер монстром в конце игры но он все еще монстр как и был раньше патрик умеет его играть блиц кранг так вообще номер один сейчас саппорт номер два саппорт браун видимо потому что против блиц кранка играет номер один это блиц кранг и фишка в том что новые предметы мы великолепно зашли плюс разгон линий хорошо работает плюс я так понимаю еще и связано с тем что в салуку все же люди играют пока по тупому много ошибок возможно близ не настолько силен просто статистика пока такая у него в один момент было винрейт 58 процентов чтобы вы понимали это было просто в салуку не нет от от т.п. близ кранков а просто 58 процентов сейчас конечно упала там до 51 52 давайте там не все посмотрим кстати где у меня тут открыто сколько сейчас стало было 58 53 не особо сильно упала на высоком элло 52 вот оттпшники наверно 60 65 имеют сейчас за него и он собирает новый предмет trailblazer который дает скорость передвижения всей твоей команде по твоим действиям и дальше все оставшиеся предметы они идут на танковость они дико дешевые но дают ему очень высокие бонусы trailblazer это такая шуреля для танков она очень хорошо для близ кранка заходит потому что инициировать любые битвы и они еще нику добирают который по trailblazer идеально будет заходить что-то хорошее намечается от команды джоин блин смотришь сюда и смотришь сюда два разных человека нарисованы как же райт и фотошопит а ну ладно исправились им виталийся тоже соображает все нормально они взяли себе рэлл в лес джакс на топе рэлл у нас будет листная вместе с озером и она будет усиливать как раз таки джакса ну то есть нормально такая комбинация что же касается команды giant x им последнего чемпиона добирать и у них мало вариантов и нужно пикать гвен я так на них понадобился и так хорошо пикали ребят и потом взяли и все испортили у них было кейл вариант на против джакса плохо стоит у них был вариант гвен против джакса скиллбейс считается у них был вариант с горем пополам какой-нибудь и она но из-за рэлл и джакса вряд ли он может работать и она на шоу нас давайте быстро катабнусь посмотрю что еще под операм там оставалась из прям вот мега мега мемных чемпионов сейчас давайте даже высоко элла только возьмем квина не подходит влад не подходил ривен нет ясо иона ну вот это уже сказал и рэлия здесь пишет что она сейчас себя хорошо чувствует но не знаю насчет рэлии с джаксом она вообще стоять не может гвай надо было брать с этим у нее является скиллбейс матчап и дальше она просто будет побеждать на боковой других вариантов кстати не так много кейл до вейн было сейчас задуматься кейл и вейн кейл точно не стоит брать у вас драфт не под нее сделан нет щитков усиливающих кейлы и дисенгейджера маловато вот гвен было все очень хорошо но они решили взять от рокса идея мне тоже понятно бритскранг хукает оппонента они всей команды набрасываются на этого оппонента убивает его отрокс получает рез так себе ульты и поехали а если от отрокс не получит рез так себе ульты то не поехали получается так ну и значит он сначала игры за командой giant x 40 процентов средней стадии игры за ними тоже где-то 35 процентов а вот концовочка я думаю 75 будет уже за командой вайта лети ну и понятное дело если команда начала какая-то уже проигрывать и не камбэкать камбэкса будет крайне тяжело хотя мне кажется нынешний патч она камбэке больше построена нежели патч предыдущий то есть если уж делать когда камбэк то в этих патчах нежели в на чемпионате мира когда было у нас патч даглас квейт заходит чужой лес подлак был да у вас тоже компьютер начал ломаться на самом деле у даглас квейт обходит чтобы сделать ганг делать товар давки попадает по только по так уходит сторону дагласа вытягивает blitz и даглас погибает отдавающий фирсблэд дрэйвена тут механики виталика может не хватить да не вроде вроде молодцы ребята но по механике у них все грустно это вообще две самые слабые команды чемпионата европы играет по механике мне смешно с этого потому что команда виталити оказались в хорошем реколе и оппоненты нажали уже рекол в это видели только что у них хорошая позиция они могут сами реколятся оппоненты реколятся но холиса говорит и куда вы не реколитесь я не знаю почему холисанка решил не давать рекол оппонентам его просто блиц хуканул и после этого еще и ксена откуда ни возьмись появляется убивает к листу им надо было просто быть как говорится радом тому что они отдали только один килл с этим странным польским дайвом мистер печ в конце сезона играл он заменял бу я не знаю что там за конфликт произошел команде виталиков у нас здесь попытка тавардаева опять неудачная даглас со своими польскими тавардаевами польские тавардаевы не надо так вот мистер питч заменял мистера пу сейчас посмотрим здесь будет был холисанка он просто ускоряется делать и когда скорее всего холисанка не отпустит холисанка уже тильтанул пошел бить патрика до конца говорит все равно убью все равно убью убил молодец снял себе шатдаун но опа войнушка ойгарова просто жжок говорит не увернешься от моей ульты еще на топе еще сражение сладо это такой эти шоу-матч у нас ребят образовался две слабые команды чемпионата европы решили по шоу-матчить немножко в этой встрече а сейчас ловушечку устраивают там близ в кустиках сидит корзи проверяет этот куст близ не кидает хук зато ускоряется гонится за кульсанку санкова откидывает печи идет врыв от релла ну и все а там тп в спину они видели тп джакси вроде видеть могли но не обратили на это внимание здесь должен часы кидать что там происходит в рыб идет от пича пич дает подкидывание но попадает опять в ренате на ульту опять дрейвен почти убил его это так забавно но дальше дальше все же наконец-то джакси который сюда прилетел на телепорте нашел свой выход с флэша дал ульту подкидывание и два убийства уходят за команда giant x дагласу опасно вообще даже оставаться но он потратил ульту просто так и я не сейчас развалится мне кажется потому что у них битвы нет хотя у да мне вообще не наносит урона лан забудьте отрокс это какое-то насмешивство сейчас над мет и уааа ульта ника минус первый игрок минус второй игрок минус третий игрок и как же ника дамажит но фотон на джакси говорит я настоящий здесь чемпион дрейвен конечно добил всех и заработал тонну денег но фотон ребят в ответ сделал тоже у два убийства и мы чуть-чуть не хватило чтобы всех поубивать дает скорость передвижения своих союзников когда он хукает кого-то или хукает в основном там ульта еще тоже по-моему будет срабатывать или подкидывает инициация дагласа даглас шикарную стяжку делает мясо азир вкидывает всех внутрь а где джакси джакси ты где был он только сейчас делает свой проказ много урона но недостаточно посмотрите какие все хп был бы джакси там это был бы просто разворот но в итоге разворота не получилось 13 11 за дрейк да тут битва намечается за инфернала да у кого стаков больше всего нам не покажут не покажут игнар гонится за фотоном фотон разворачивается идет танковать а зачем ты главный дэмэдж дилер тогда было подождать остальных то рядом рената рената выдает w выдает ульту успеет он добить причем добивать печи воскрешается отбегает сторону его взрывает ника как раз таки ради не он забирал но там рел ребят делает в рейв стяжку по трем игрокам но витал где ты уровень игры визу вы кому-то знаете за тильтовал все умерли ворвусь мы дам врыв его был такой себе хотя калиста разворот гейминг делает но и убьют из калисты столько говна выпало надо подбирать подбирать все огнедышки и отрок остался победителем в этой битве на самом деле там ника больше всех урона нанесла в этом дэмэдж все растет и растет урон джаксон немножко подрастает на рел стыдно смотреть ребят ну билд надо было делать сначала сам файр до конца доделать потом доделать локи до конца потом буду мы сразу о редэмшене а он какие-то я саппорт вардилки только не хватает дайте сразу купить эту вардилку на пинк варда что же у джакси 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 а его увидели а он их увидел ну рената сказала баланс рената сказала дрейвен убей их и дрейвен убил их дрейвен послушался до нам сейчас покажет все повтору финального сражения но это смешно у дрейвена клинса не блондом в прошлом сражении клинс потратил и и все к листа спокойно дамажила у них клещи сейчас клещи все сожрут здесь ребят не они могут включаем на на и базу даже заканчивать вот район все очистил а клещей есть кулдаун не нет кулдауна судя по всему о да мне танкует стирак про кает мне придется отойти на шарбаф то все еще есть до дрейвена блиц ускоряется если флешу блица купил себе frozen heart там тп летит блиц еще под ускорение бежит trailblazer дал еще и патрику скорость передвижения но это это ребят европейская лига легенд когда две европейские аутсайдер команды играют друг против друга тут такое то теперь ответочка но у этих клещей нет ребят некому кусать башни кроме самих но тут фотон он может пенту сделать без шуток он здесь ничего не сделает особенно со своим джак шоу он точно ничего не сделает ему еще летал летал темп ему надо настакать он хотел крипов как-то забрать не получил надо уже делать врыв ставится пинг 25 секунд не он никак не остановит их вытянул бьет пытается добить джакси джакси отфлешивается остается в живых джакс убивать первого джакс убивает второго не успевает даже добить второго игнар успевает отойти и это победа джайн тикс на камбэке да на обоюдно минус база да база сейчас еще быстрее ломается не очень кажется что могли они попытаться сами закончить за счет клещей они как-то очень нежно двигались на завершение игры я про команду team vitality они же выиграли битву как-то очень нежно двигались на завершение могли пожестче сразу пойти пушить ну либо тогда уже менее глубоко заходить просто забрать ингибитор и пойти забрать дракона или там на шор был уже апнут на шора не на шор еще не было апнут эти же забрали нашего до дракона точно был равно это польские колы от дагласа я уверен то польские колы были финиш финиш и и над финиш но молодцы джайонцы победили одержали вито надо вито это просто красавчик этой игры был а еще есть такой чемпион как гп у кого с помощью бочек и кушек зарабатывает уйма золстите ключа кстати да и про гп забыл а гп тоже будет срабатывать скорее всего ну если на этих чемпионах это работает он на нем то точно это работает дать посмотрим кто орел играл в лесу и какие билды они делали народ во первых у нее все от аутсайдерский здесь еще хуже билд ребят я хотя бы более адекватно что-то предлагал здесь еще какая-то хрень но это скорее всего неправильные данные типа нам выдается не именно закида зачем а как она будет фарм в лесу делать через заки туда же санфайр не в совете видите ребят тут типа заки которые после ульты замедляет еще противников вокруг и потом сразу frozen heart и что за билд билд дерьма полтора человека на этом сыграли но все равно интересно было глянуть мы будем рел тогда осуждать ребят осуждаем рел за плохую игру читая хотел еще отчекнуть чехать отчекнуть кто сыграл в этой игре показывают здесь они на рекламу ушли брен я хотел чемпионы были дрейвен был калисто было все там было стандартно там они ничем не отличались не просто колес то интересно было почитать описание этого предмета терминус чем дает shadow атакса play 30 magic dmd а да это снижаешь арбур а ну это хороший предмет для нее потому что она разгонять себе скорость атаки дальше терминусом ты armor penetration делаешь себе статы а и мой армор пенитры а джак шоя хотят всего чеха вспомнил ну да ну так это же полная хрень зачем он его купил вот он написано во время сражения вы получаете стаки который повышает ваш армор и магическую защиту до конца сражения и чтобы ну так же хрень полная для jakson зачем тебе это пути так ульта дает тебе статы и все как бы тебе достаточно все правильно шло а дальше он перестал собирать правильные предметы ребят вот правильный предмет вот такой правильный предмет ну титане гидро еще надо добавить да а дальше он такую речь что я пойду по-другому кстати титане гидро совете только 3 предметом дают но считаю что титане гидер тринити нормально c望はい дальше что первых то так и критовало под Тринькой. То есть Тринька прокает шин с твоей кушки. И еще первая автоатака дает 150% урона по сопернику. И дальше просто Стирак с Гардиан Энджелом. Даже Гардианку в этой игре не надо брать у тебя Рената. А он в какой-то джекшоп пошел. Что ты еще делаешь? Зачем ты в него уходишь? Что с тобой не так где-то по предметам? Посмотрите. Титаник чуть-чуть проигрывает Триньки в начале. Титаник выигрывает на втором слоте. Дальше вот этот лучший вариант. Ну и еще вариант Спиросерджин от Солокушной ближе. Джекшоп, кстати, тоже висит неплохой винрейт. Забавно, что Блэк Кливер оказывается полное говно. Видимо, потому что Стирак не Стирак оговорился. Спиросерджин дает больше ему урона, нежели Блэк Кливер по итогу. Но еще же вот это и штука. Откат твоей ульты. Вот эта штука тоже, кстати, хорошо на нем сидит. Экспериментальный Хекс Блэйд. Нажимаешь ульту, получаешь скорость передвижения по оппонентам и скорость атаки. И они от тебя не убегают. То есть, по сути, ты включаешь сам себе Шореллию. Ну, это не принципиально. То есть, я думаю, правильный билд это Титаник Гидра с выходом в триньку, потом Сундарерская и потом защитные предметы оставшиеся докупаешь без Джекшопа. Потому что он вообще мусорка. И тогда у тебя взрывной урон будет очень высокий. Я-то Батрук все хочу ему припихнуть. Но Батрук, я смотрю, редко берут. Видимо, от скорости атаки не так хорошо скелится чемпион. Ну и ладно.